Всем добрейшего времени суток. Сегодня будет немножко необычный обзор, точнее обзор всего лишь одной полки в ванной комнате. Как видите, вот вся эта вот хламидия, которая стоит сверху и снизу, мне не нравится. Я хочу новый ящик с большими полками, чтобы все убрать и ничего не было видно. Вы не видите. Мальчики, девочки, сколько лет я не была в Икее? Уже даже не помню. Мы пришли. А зачем мы пришли? Шучу-шучу, нам, конечно, нужен ящик. Пластиковый и ящик, я уже поговорила, в ванную комнату. Но когда в Икее заходишь, знаете, начинается такое. Хочу вот это, и вот это тоже. С собаками, как обычно. О, какая царская свечка. Ой, какой синенький диванчик, мне нравится. Сейчас я пойду быстрее. Вот этот мне нравится диван. Ой, такой классный. Такой красивый, на витта. А он раскладывается интересно? Этот диван... Непонятно. Максима, на самом деле, боится Икеи, потому что у нас так. Если мы сюда приходим, я говорю, нам нужен один шкафчик или одну коробочку. Выходим, сделаем чемоданом всякой мишуры. Ну, не знаю. Оказывается, нам и это нужно, и вот это нам нужно. А вот это просто необходимо. У вас так же? О, вот такая, как у нас. 320. А мы купили ее вообще за 170, по-моему, потому что была скидка на нее. Не знаю почему. А этот шкафчик... Ну, до обуви. Железный такой. А, кстати, я вам еще не сказала. В Италии начались скидки сегодняшнего дня. Так что мы еле припарковались в торговом центре, как обычно. Ну, мы ждем следующей недели. Мы поедем в Кастель Романа, как обычно. Объясню почему. Потому что нет смысла покупать на первой неделе. На первой неделе продают все, что осталось. А потом уже на следующей неделе привозят уже более-менее новый товар с новыми скидками. Вот так. Объяснила на ней, понятно. О, мне нравится вот такая. О, Масим, а не стоит вот так? Да, 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 да. Капучино допьё. О, Масим. Капучино допьё. Я люблю свою кухню Икеи, мне очень нравится, я довольна. Но единственное, что меня очень расстраивает, то, что вот такая вот столешница возле мойки у меня уже образовалась такая дырочка, скажем так, грубо прогнила. Это мне не очень нравится. Конечно, можно написать в Икею, долго судиться, возмущаться, но нет у меня такого желания. Такая лесенка стоит 15 евро, а она, кстати, здесь прикручивается. 18 евро, где справедливость, вот такая узкая, она двойная, стоит 49 евро, такая динарная, 59 евро, где справедливость, в кровоте. Так, мы почти уцели. Детские комнаты. Значит, здесь было вроде как ванной комнаты. Теперь переставили детские. Когда же мы дойдем до ванной. Мужики наши уже, как говорится, разделись. Мои. Так. Я в тот раз, помните, я не купила щипцы, а мне надо. Что за фигня какая-то, извините за психологию. Нет, конечно, я не с таким, не с таким приехала. Шкафчик в Икею. У него пластиковые клещика. И столик Максима говорит, будешь завтраки мне носить? Я говорю, обязательно. Что хочу сказать. Мы приехали за продуктами. У нас остались скидочные купоны. В этом магазине надо их использовать. Вот такой столик мы купили специально для Масима. На самом деле, он давно на него положил глаз. Это бамбуковый стол для завтраков. Сейчас я попытаюсь открыть его одной рукой. Не очень хорошо получается. Тем не менее. Вот уже какой-то дефект я обнаружила. Ну, вот такое теперь у нас есть баловство. Будем делать завтраки. Помогает нам очень сильно. Смотрите, она уже какая-то остая стала. Бабушка, как говорится, приехала кормить ее на уголь. Да, Цючиндра? Боится, чтобы ее с подушки не согнали. Масима Степана делает нам шкафчик. Так, все. Завязана, да? Удальшая сама. Сейчас осталась полочки поставить. И хорошо. Удругой же шкаленкор, правда? Что заполнилась у нас вся эта тумбочка барахлом. Сейчас тут мазь вам кидала. По мне, так, в оплавной программе. Ну, как-то так. Сейчас осталось вот это вот этим убрать. И стакан. И все. Ну что, давайте сделаем сразу обзор моего шкафчика. Я вам так вкратце показала. Сейчас еще раз, если кому интересно, покажу. Я довольна результатом. Мне нравится, что теперь все внутри. Весь хлам, никто ничего не видит. Ну, вам ладно, по секрету покажу. Я вот просто сегодня заказала себе много новых средств на сайте Натина для волос. Потому что у меня уже все закончилось. Может быть, и не начиналось. Мне нужны капсулы для от выпадения волос. Мне нужны всякие стайлинги. Мне нужны шампуни. Мне нужна краска. Мне нужно много всего. Но пока я так экономненько заказала. Буквально там 6-7 позиций. Два вида шампуня новых. Потому что на самом деле очень... Сейчас там вышли новые серии шампуней. Новая марка итальянская, миланская. Я вам потом ее обязательно покажу. Потом я взяла себе ши. Американскую. И калистар капсулы от выпадения волос. После ковида, или не знаю после чего, или возрастные, у меня осталось на голове меньше половины волос. На самом деле очень мало. Я такого эффекта не ожидала. Такого выпадения у меня кардинального. Не знаю, что с этим делать. Пытаюсь и втирать народные средства, и пытаюсь купить всякие капсулы. И пью витамины. Кстати, по поводу витамин. Что я пью? Я пью селен. У меня здесь в бутылке с селеном есть витамин Е. И есть витамины группы В. И магний. Это все, что я пью. У меня, конечно, есть коллаген. Новая упаковка. Но пока я не открывала, не знаю. Как-то... Его нужно пить натощак. А у меня постоянно нет времени тощака. Скажем так, нет времени пить натощак. Тут у нас всякие, ну вот, бутылочки. Это вот масло сандаловое. Мы привезли из Египта. То есть Масим накупил. И эвкалиптовое, не знаю, зачем. Идем дальше. Ну, это Масима полочка. Я не знаю. Это всякие у него лекарства, крема и все такое. Что хочу сказать. Вот по поводу крема. Кстати, я еще хочу себе заказать крем Dior Sorbet. Если кто пользовался, скажите, нравится, не нравится, мне нужен крем полегче. Потому что Shiseido, который я безумно хотела долгое время, для меня оказывается тяжеловат и жирноват. Он плохо впитывается. Мне не очень нравится. Я не в восторге. Больше покупать, скорее всего, не буду. Вот это все, если вы помните, приходила с ним в комплекте. Идем дальше. Вот у меня есть буквально две баночки крема Ritual. Это, по-моему, Sakura, второй Ayurveda. Sakura мне нравится, наверное, больше. Короче, я не фанат фирмы Ritual. У меня есть подруга, господи, Стелла, кубинская подружка моя. Она обожает эту марку Ritual. Она говорит, мне дарите все, что возможно, на все праздники, что возможно. Я с удовольствием ее приму. Она любит все. Крема, крема для тела, гири для душа, освежитель воздуха, ароматизатор воздуха. У нее есть все. То есть она фанат этой марки. Я нет. Это крем Дениса от прыщей. Дальше. Биодерм. Опять же таки, видите, у меня очень мало средств для лица. Вот такое молоко. Оно у меня уже тоже года два стоит. Его нужно выкинуть. Жалко, баночка красивая. Вот стоит и стоит. Лосьоном пользовалась. Вот я покупала лосьон и молоко. А молоко мне не входит. Ну, не знаю. Я не любитель вот этого всего. Крем для тела. Элизабет Арден. Люблю, пользуюсь. В основном летом. Мне нравится запах. Мне нравится его качество. Использую. Идем дальше. Тут у меня уже средства для волос. Вот это фирма Наши. Я не могу сказать, что я в восторге от этой марки. Но, тем не менее, вот это средство я уже покупаю третий или четвертый раз. Единственное средство этой марки, которое я люблю. Это итальянский бренд. И это стайлинг. Маска стайлинг. Перед тем, как вы сушите волосы, наносите здесь просто обалденный запах. Мне очень нравится аромат этого стайлинга. И я покупаю больше не сколько для того, как он работает. А для того, как он пахнет. Далее. Есть Калистар. У меня масло. Я пользуюсь в основном этим маслом в летнее время года. Потому что, ну не знаю, у меня пересушиваются волосы больше летом. Когда солнце, когда жарко. Раньше скептически относилась к этому бренду Калистар. Теперь поняла, что ошибалась. Ой, простите, я чуть не уронила. Поняла, что ошибалась. Очень нравится. Покупаю тоже третий раз или четвертый. Очень довольна. И буду пользоваться на постоянной основе. У меня были раньше масла. И, господи, как дай памяти название. Лореаль и Керастаз. И еще какие-то масла. Ну, вот это мне нравится больше всего. Как видите, слабенький у меня набор. У меня уже все позаканчивалось. Я еще раз повторюсь. Вот это вот палет. Это мамин лак. Я тоже иногда им пользуюсь. Потому что сейчас волосы поредели. Нужно как-то создавать объем. Далее палет. Вот такое. Пантин, простите. Пантин. Палет. Пена для волос. Шварцкоп. Тоже не в восторге. Ну, просто иногда пользуюсь. Когда нужно сделать объем. Биодерма. Это водичка с сером для умывания Дениса. И вот этот вот. Тальк Сталин. Бэтхед. Тоже не в восторге. Уже два или три года у меня стоит. Здесь полбутылки. Пользуюсь очень редко. Он такой, знаете, липкий состав. Вы размазываете на кончиках пальцев. Потом в корни втираете. Ну, и вроде как должно держать объем. Ну, ничего нифига не держит. Извините за грубое выражение. Может, у меня такие волосы. Может, действительно, Сталин такой неудачный. Ну, больше, конечно, покупать не буду. И особо не советую. Не знаю. Полина вроде мазалась на Новый год. Не знаю, как она не держалась. Но у меня очень быстро жирнеет после этого волос. Очень быстро. В общем-то, все остальное. Ну, это просто баночка. Мама с тобой какой-то крем пересыпала. Перелила. Как видите, у нас три листрина. Просто некоторые обитатели нашей квартиры. Особенно мужская и его половина. Ну, то есть Масима. Не очень любит стоматологов. То есть, скажем так, совсем не уважает. Поэтому у нас три бутылки листрина. Он постоянно старается полоскать. И у нас всякие есть средства. Вот такая вот штучка. Вы наливаете воду. И мелкая струя чистит вам десны. Также у нас умная щетка электрическая. Обычные щетки. И моя любимая паста Marvis. Я ее обожаю. Просто покупаю постоянно. Она ни много ни мало стоит в районе 4 евро. Но я считаю, это лучшая паста, которой я пользовалась. Ну, по крайней мере, это мой вариант. И я довольна. В общем-то, все. Почему показала, решила сделать обзор. Ну, вот заказала себе новые средства. Они придут. Что-то повыкидываю. И что-то новое вставлю. И вам обязательно покажу. Единственное, чего мало не бывает в моем случае, это парфюмерия. Я люблю парфюмерию. Все время покупаю. Кстати, вот купила последний раз, когда была в Египте, я вам говорила, Алая. Азадин Алая. Я очень хотела этот парфюм. Но в конечном итоге я от него осталась не в восторге. Он достаточно быстро слетает. Может быть, с меня. Не знаю. Ну, такой свеженький, легкий, воздушный. Как они говорят, там, облака. Да, облака. Может быть, на лето он получше. Потому что более такой, скажем так, нежный. Я люблю запахи посильнее. Типа вот Санталли Рояль. Я обожаю вот этот вот Серж Лютен Шерги. Шерги, Шерги. Не знаю, как правильно ставится ударение. Видите, я его использую очень мало. Но, тем не менее, это один из любимых моих парфюмов. И вообще в моей коллекции. Классный. Тоже вот хочу немножко обновить. И вот Dark PURPUR. Но это, конечно, только кусочек. Маленькая часть моей парфюмерии, которую я пользуюсь зимой. Кстати, если вы помните, мне Масима подарил на День Святого Валентина вот такую вот огромную бутылку Каролина Эрера. Не знаю, не могу я ее полюбить. Не сидит она на мне. И вообще, ну, запах это совершенно не мой. Ну, не знаю. За все время пользовалась буквально два раза им. А Масима просто от него без ума. Знаете, я бы с удовольствием пользовалась просто потому, что нравится Масима. Но я от него задыхаюсь. Расскажите, нравится ли кому-нибудь вот эта вот Каролина Эрера. Кстати, вспомнила название сумки Изабель Марант. Вот. У меня есть винтажная сумка Труссарди. Там еще какие-то хочу себе перепродавать. Кстати, по поводу норковой шубы. Я выставлю буквально вот сегодня-завтра новое видео. Это я вам показываю. Про Меркотина Узата. Я мерила там новые три шубы. И в конечном итоге все-таки поняла то, что мне не нужна шуба норковая в этом году. Мне вполне хватит то, что я купила. Потому что я ее всего одевала два раза. А уже половина зимы прошло. И не уверена, что я ее сильно буду носить. Ну, может, еще пару раз одену. Кстати, я вам хочу показать вот эти два отростка. Не помню, показывала я вам раньше их или нет. Это два отросточка, которые я отрезала у Стеллы на цветочке. Кстати, вот немножко чуть-чуть улез корешок. Надо купить, правда, субстрат еще сюда, чтобы они росли. Ну, они, в принципе, все они так неплохо чувствуют. Вот у нее очень красивая была орхидейка. И она говорит, я говорю, слушай, почему ты не пересаживаешь деток? Я говорю, у тебя какие большие детки. Варю, горшок. Она говорит, какие детки. Она говорит, я цветов от них жду? Я говорю, нет, это не цветы. Говорю, это просто, скажем так, не бутоны, а сам цветок новый вырос. Она говорит, да, что там бывает? Я говорю, да, бывает. Я у нее отрезала. Говорит, я не знаю, что с этим делать. Говорит, бери, забирай себе и выращивай. Вот я у нее забрала. И они у меня теперь стоят. Ну, мало субстрата, повторюсь, нужно добавить. Как видите, так как в Италии обычно сыра в квартирах, у меня, фу, хоть бы не слазить, орхидеи регулярно цветут. Начиная вот, выпускает стебель перед Новым годом. И уже в марте они зацветают. И конец цветения у меня где-то в сентябре. Буквально 2-3 месяца они отдыхают и опять дают новые стрелочки. Вот так здесь растут орхидеи. Конечно, они не любят сухой климат, вы понимаете. Они очень любят влажность. Это такие цветы сорняки. Они растут на горе во влажном климате. Ну, вот здесь у нас тоже влажно. У вас бывает так, что бывают такие периоды, когда нужно срочно от всего избавляться, от лишнего. У меня такое часто бывает. 3-4 раза в год, когда я просыпаюсь и думаю, всё, нужно лишнее продавать. И чем быстрее, тем лучше. Я уже говорила, что в Италии начались скидки, и мы собираемся на выходные поехать в Кастель Романа. И тут я резко понимаю, что мне нужно избавиться от лишних своих сумок. Мне нужна новая сумка. Я её надеюсь купить в эти выходные, если будет. Я уже знаю, какую модель, какой цвет я хочу. Я люблю Кученели. Куплю, скорее всего, Кученели. Фурла мне не нравится. Раньше я как-то была фанат Фурлы, но у меня никогда не было сумки Фурлы. Потом у меня появилась Кученели, и не одна, две сейчас или три. Я довольна. Мне нравятся эти сумки. Я довольна, да, скажем так, качеством. Как они носятся. Вообще всё отлично. Поэтому я что решила? Решила попродавать все старые сумки и сумки Second Hand. У меня есть пару-тройку сумок витажных. Я подумала, чего им лежать. Я их не ношу, не использую. Вот, например, последняя сумка Изабель Марант, которую я купила на рынке Порта Портези. Если кто помнит, хочу её выставить на продажу. Посмотрела, прикинула, что можно её даже очень-даже неплохо продать. Прилично. За хорошие деньги, скажем так, продать Изабель Марант старую и купить Кученели новую. Приблизительно так это будет стоить. Надеюсь, у меня получится. Сейчас я вам покажу ещё кое-какие сумки. У меня есть старая сумка Труссарди в виде конверта. Также у меня есть просто винтажная сумка. Хочу всё выставить на продажу. Знаете, может кто-то меня сейчас будет критиковать, говорить, что ты вот это и продаёшь всякую ерунду, мусор. Да, но для меня это тоже сумка, уже которая, в общем-то, вышла из строя. Я её носила пару раз. Она, конечно, удобная, когда-то была хорошая, новая, красивая и стоит достаточно приличных денег. Ну и сейчас уже такую модель не выпускают Изабель Марант. Но, тем не менее, эта сумка до сих пор стоит немалых денег. Просто из-за бренда. Я хочу попробовать её продать, выставить. Я просто посмотрела, сколько приблизительно такая сумка стоит. Я хочу попробовать её продать. Ну, не знаю, не люблю я старые, заношенные сумки. И пусть это будет коченельно, но она будет новая, моя, в хорошем состоянии. Вот именно это относится почему-то у меня только к сумкам. Я не знаю, почему. Вот я не могу носить заношенные сумки. Это мои духи. Я не знаю, вот достала Туберос Монодиорио. Решила напомнить себе, как они пахнут. Вот я уже как-то говорила, это такие духи, которые просто есть в коллекции. Непродаваемые, неиспользованные, просто стоят. Они стоят, растут в цене. Если я буду пользоваться, то буду пользоваться. А если нет, значит, потом когда-нибудь их продам. Потому что они сейчас уже стоят в районе 300 евро. Покупала я за 120, если вы помните, или за 140. Туберозы. Я не в восторге, это не мой запах. Но, тем не менее, я купила, потому что очень уважаю этого парфюмера. И мне хотелось иметь что-то из ее коллекции. Далее, вот такая у меня сумка есть винтажная. Она тоже пойдет на продажу. Она в идеальном состоянии. Я ее покупала три года назад в магазине винтажной одежды Хумана в центре Рима. Внутри она кожаная, сверху кожаная. Здесь нет никаких дефектов вообще. Она в идеальном состоянии. Хочу ее тоже продать. Она мне нравится. Она мне очень нравится. Но это не мой вариант, не мой стиль. Я не знаю, куда мне с ней ходить. Вот и все. Я все думала. Нет, нет, пускай постоит. Нет, нет. Придет ее время. Но, не знаю, за три года время не пришло. Пора, наверное, избавляться. Так, кстати, вот эта кучунель. Я покупала ее у меркотинового зата новую. Я ее все время ношу. Вот одна из кучунелей. Повторюсь, я ее ношу постоянно. На постоянной основе езжу с ней в поездки. Она такая, знаете, сумка-мешок. Очень комфортная. Мне нравится ее красивый синий насыщенный цвет. Все сюда влазит. Куча всего. Пока расставаться с ней не собираюсь. Так, вот за вот эту сумку Труссарди я уже говорила, что я хочу продать. Это винтажный Труссарди. Сумка-конверт. Как видите, ну, есть следы износа, есть следы времени. Тем не менее, я ее выставила. Люди смотрят, молодежь. Некоторые закладывают ее в избранное. Я поставила недорого 20 евро. Посмотрим, как она продастся. Внутри есть логотипы. Нет особых дефектов, ни дырок, ничего. Просто вот именно коричневая кожа. Видно, что она уже не свежая. Вот все. Хотя, сейчас повторюсь, очень модный винтаж. А это все. У меня вон Афоня. Всем удачи, хорошего настроения. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok